Приветствую вас, мне почему-то показалось, что вы мать, вот, и обращаетесь за помощью к нам. Смотрите, ну, если ваш сын уже ведет такие разговоры, значит, что он уже, в принципе, все знает, да, он уже, как бы, есть соответствующее влечение, есть соответствующее желание, вот, ограничивать его в этом, как бы, смысла нет. Нет, да, то есть, тут только будет вред, еще больше ему, поэтому лучше, что вы можете сделать, во-первых, откуда вы узнали про переписку, да, то есть, вот, ну, почему вы об этом знаете, то есть, я так понимаю, что вы как-то следите за ним, или вы как-то читаете его переписки, вот, это, на самом деле, не очень хорошо, с точки зрения доверия, с точки зрения, взаимопонимания между вами, вот, то есть, как бы, если сын говорит, ну, если сын не рассказывает, если вы не знаете о том, что у него появились какие-то желания, да, то это говорит о том, что между вами нет доверия, вот, что вы, как бы, не открыты друг к другу, не исчез, не, ну, не обсуждаете, не обсуждаете, все, что между вами происходит, вот, и это, на самом деле, достаточно печально, то есть, вы не обсуждаете, значит, с ним важные вещи, вот, но, при этом, вы читаете, как бы, его переписку, да, и вообще следите за ним, что, как бы, является откровенным неуважением к его личным границам, то есть, то, что ему 9 лет сейчас будет 10, это не дает, как бы, вам право, да, следить за ним, вот, и читать его переписки, вот, но, смотрите, а, что вам нужно просто сказать сын о том, то, что как бы, знаешь, ты уже взрослый мальчик, вот, наверное, тебе уже нравится девочка, вот, вот, если что, там, как бы, вот, если у тебя появится желание, там, провести, там, время, там, то вот тебе, там, например, там, нужно подумать, там, о средствах защиты, да, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, то есть, тут уже сами посмотрите как вам лучше сделать, если еще, либо вы скажете своими словами, либо вы, пригласите отца, а вообще об этих вещах должен говорить отец, с мальчиком должен об этом говорить отец, никак не женщина, потому что с отцом, с мужчиной диалог по этому вопросу будет гораздо лучше. Вот. Это вот то, что прям необходимо, ну, для вас необходимо. Вот. Это вот по факту, да, потому что все равно вы не отмените того факта, да, что у него уже началась, как бы, ну, сексуальная жизнь, вот, не отмените того факта, что у него уже есть соответствующие потребности, поэтому, поэтому запрещать, запрещать что-либо здесь абсолютно не вариант. Вот. Вот. Это, пожалуйста, для себя, вот, поймите, комитет. Вот. Ну, и вам, очевидно, нужно подкорректировать свои отношения с сыном, то есть, чтобы не было такого, что вы, вот, как вы пишете, да, в переписке он активно обсуждает там что-то с девочкой, если вы, да, вы об этом знаете. Вот. Это все-таки личная жизнь вашего сына. Уважайте ее, относитесь к ней с уважением, вот, тяните ее, да, и просто, вот, как бы, ну, разговаривайте с сыном, обсуждайте все вещи с сыном и так далее. То есть, почему, почему ваш ребенок, да, он, вот, как бы обсуждает с девочкой эти вещи, и вы об этом не знаете. Почему? Потому что мне доверят. Мне доверят. То есть, не знаю, что вы, ну, не ответите на этот вопрос, что вы будете его, скорее всего, как-то, ну, не одобрять. Вы не будете одобриться к этому относиться. Вот. А на самом деле в этом ничего, ничего плохого в этом нет. Как бы. То есть, ну, да, лучше, конечно, если это все, как бы, начинается позже. Я согласен. Но, если вот такая история произошла, вот, то вам остается только помочь. Помочь своему сыну. Не надо делать ошибок. То есть, сделать это максимально корректно. Сделать это максимально полезно для себя. Вот. И максимально безопасно. Понимаете? Вот. Вы вот говорите, да, как бы, как поступать? А как поступать, чтобы что? Вы чего хотите по итогу? Если вы хотите, чтобы сын перестал это делать, то никак. Потому что он, скорее всего, он будет так делать и дальше, и дальше только больше будет это делать. Ну, вот. То есть, чего именно вы хотите? Если вы хотите сына вестить, супер. Поговорить с ним об этом. Лучше, чтобы, лучше, чтобы это был отец. Или мужчина просто-просто. Какой-нибудь. Ну, близкий, понятно. Который объяснит ему всю эту историю, да, и так далее. Которому ваш сын мог бы доверять. Вот. Но у меня для вас, у меня для вас не очень хорошая новость. В том смысле, что вам сын не доверяет. Именно вам сын не доверяет. Вот. И тот факт, что между вами нет доверия, да, это очень-очень впечатляет. Гораздо, гораздо серьезнее того, что с вами происходит, это гораздо серьезнее того, что у вас не происходит сейчас. Вот. Гораздо серьезнее, потому что, если с интимной жизнью ваш сын способен разобраться сам, с интимной жизнью ваш сын способен разобраться сам, то, вот, вопрос доверия, это точно зависит от вас, в том числе. Понимаете? И я рекомендую вам рассматривать эту ситуацию, вот эту ситуацию, да, я рекомендую вам рассматривать исключительно как сигнал о том, что у вас сыном нет доверия. Вот. Понимаете? Вот. С сыном нет взаимопонимания. Вот. Эта ситуация, она именно об этом. Эта история, она именно об этом. Понимаете? Вот. И вот здесь, конечно, есть о чем подумать. Понимаете? Мне, мне думается, мне думается так. Это важнее, доверие важнее. Понимаете? Доверие важнее, чем, собственно говоря, его взросление, да, и его новообретенные взрослые и взрослые потребности, которые, в общем-то, естественные, которые проявляются у каждого там, свой, свой возраст. Вот. И хорошо, что он это говорит. Хорошо, что он, хорошо, что он это говорит. Гораздо хуже было бы, если бы он об этом не говорил, если бы он это скрывал, был бы гораздо хуже. Для вашего сына, я имею в виду. То, что он об этом не разговаривает с родителями, да, и то, что вы смотрят его переписки, это говорит о том, что между вами нет взаимопонимания. Для меня, как для психолога, это гораздо сложнее. Вот. Возможно, если бы между вами было доверие, ему не нужно было бы то, что он вот сейчас хочет, потому что вполне возможно, что к этому он стремится только из-за отсутствия близости, и он просто хочет близости. Ну, это возможно. Я не говорю, что это обязательно так, но это возможно. Как вариант. Просто. Вот. Так что, вот, два направления, да. Первое, чтобы кто-то из мышкового, так сказать, состав, состава семьи посвятил его нюансы секса. Вот. Раз уж такая история пошла, тут ничего не поделать. И, с вашей стороны нужно восстановить, восстанавливать доверие. Ну, вот. Как доверие восстанавливать, это уже нужно смотреть. Нужно смотреть, исследовать, да, изучать ваши отношения, там уже что-то рекомендовать. Но, что-то я могу сказать сейчас, вот, уже сейчас что-то я могу сказать, да. Это, пожалуй, вот, цель, да. Определитесь с целью. Для чего вы, зачем? Вы смотрите его переписку, вот, переписку с сыном. Интимную переписку с сыном, его личную переписку с сыном. Переписку. Зачем? Как вы с целью? Как вы к этому пришли? Ведь пришли же как-то, да. Как-то же пришли к этому. Вот. Вот. Вот это то, что вам нужно для себя решить. Это то, что вам нужно для себя понять. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.